До летнего зноя, когда возрастает пожароопасность, еще много времени. Но успокаиваться не приходится. Количество пожаров продолжает расти. Причем последствия небрежности и легкомыслия бывают самыми серьезными. Чтобы не допустить их, нужна постоянная профилактическая работа. В заседании комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности приняли участие представители всех заинтересованных служб и главы поселений муниципалитета. С начала 2021 года в Славянском районе был зарегистрирован 61 пожар, из них 12 техногенных. Погибших не было, травмировано 2 человека. Также в районе произошло 48 возгораний мусора. Эти данные были озвучены в докладе начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы Славянского района Юрия Орлова. Основные причины пожаров, как правило, это неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также сжигание мусора и пожневных остатков. Об особой обеспокоенности по поводу сжигания сухой растительности в пределах населенных пунктов говорил и начальник 15-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Сергей Нисходимов. С 5 по 8 марта поступило 57 заявок о таких пожарах. Считаю, что лишь счастливое стечение обстоятельств позволило нам предотвратить переход огня на хозяйственные постройки, жилые дома, промышленные здания, автозаправочные станции. Недавно перечисляю, потому что данные факты были. Глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что нужно проанализировать общую ситуацию, устранив нарушения и принимать меры, чтобы не допустить возникновения пожаров. Пожарная безопасность была и остается в центре внимания. В организации этой работы нет мелочей. По итогам заседания было принято решение. В целых, стабилизация оперативной обстановки, а также минимизация рисков возникновения пожаров и их последствий рекомендовано главам городского и сельских поселений, как одну из мер, активизировать работу с населением, организовав инструктаж по профилактике пожаров. Главам городского и сельских поселений провести заседание городской комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях заседания оперативных штабов, на которых посмотреть вопрос о реализации первичных мер пожарной безопасности по защите населения и территории от пожаров. Срок до 20 марта. Активизировать работу по проведению рейдов с привлечением работников администрации, добровольных пожарных, казачества, представителей квартальных и домовых комитетов в цель контроля за проведением вопроса сухой растительности, уборки мусора, а также предотвращение сжигания мусора сухой растительности и пожарных остатков. Не стоит забывать, что за нарушение пожарной безопасности грозит штраф. Для граждан его размер составляет от 2 до 3 тысяч рублей, если ничего не пострадало, от 2 до 4, в условиях особого противопожарного режима от 4 до 5 тысяч, если возник пожар и пострадало имущество или здоровью был причинен вред легкой или средней степени тяжести. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».